Всем привет! Меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. И пользуясь случаем, я хочу сказать, что Проект Магнит запускает свои туры. Лично я буду вашим гидом и проводником в сказочной стране Грузии. Мы с вами и оздоровимся, и вкусно покушаем, развлечемся, увидим множество красивейших мест и просто от души проведем время. Кто заинтересовался, пишите мне в соцсети, которые в описании, можете в директ, в инстаграме, вконтакте, любым удобным для вас способом. Что такое настоящая бескорыстная любовь, преданность и искренняя дружба? В мире людей все стало сложно, и не мне вам об этом говорить. Поэтому сегодня мой рассказ о животных. О баистах, которые затронули сердца миллионов. И когда я увидел их в инстаграме, то понял, что поделюсь этим с вами. Многие люди, увидев их в комментариях, пишут, что это хороший пример для людей. И это еще раз подтвердило мое намерение сделать об этом сюжет. Этого школьного уборщика из Хорватии зовут Степан Вокич. И на протяжении 26 лет он ухаживает за аистом Маленой, так как из-за огнестрельного ранения она перестала летать. Он нашел ее вместе со своим возлюбленным Клепетаном в далеком 1993 году. Он построил им гнездо у себя на крыше дома и стал выхаживать Малену, а ее верный спутник и не думал ее покидать. Степан каждый день специально ради раненой Малены вместе с Клепетаном отправлялся на рыбалку и они оба кормили ее, проявляя самое величественное качество – заботу. И скажите мне, разве не это настоящий героизм и проявление истинной самой чистой любви? И такой же любовью с Маленой делится ее возлюбленный Клепетан. Кстати, имена им дал, конечно же, Степан. Ей очень повезло, что она попала в такие заботливые руки и получила шанс на жизнь. Как известно, белые аисты создают пару раз и навсегда. Чего не скажешь, конечно же, о людях. Однажды, став партнерами, они больше никогда не расстаются. И вот раненой Малене посчастливилось встретить своего избранника. Но их счастье длилось недолго. Клепетан должен был мигрировать в Южную Африку, и этого было не избежать. Но вот Малена никак не могла отправиться с ним из-за ее ранения. И тут же хочу обратиться к любителям охоты. Задумайтесь над тем, что вы творите. Вы отнимаете жизни и калечите судьбы прекрасных животных, которые украшают нашу и без того истерзанную, и измученную планету. Кто со мной согласен, поставьте лайк. И вот Клепетан отправился в Южную Африку. Тогда он впервые оставил свою возлюбленную и улетел. Степан знал, что он вернется. И поэтому на время, пока на улице были холода, он приютил Малену у себя дома. А когда наступил март, он вновь вернул ее в свое гнездо. И на удивление нашего героя он увидел потрясающую картину. Клепетан не оставил свою возлюбленную и, преодолев 14 тысяч километров, вернулся к ней, и у них появились первые птенцы. Ну вот, время прошло очень быстро, и пришла пора вновь мигрировать. И он, попрощавшись с дамой своего сердца, улетел в ту же Африку. А пока его не было, за Маленой все так же ухаживал Степан. Но уже не только за ней, но теперь и за их птенцами. Родственники и друзья Степана часто насмехались над ним, говоря, дескать, ему, что заняться нечем, совсем с ума сошел, весь день только и делает, что за Аистами ухаживает. Мало кто может разглядеть всю глубину и трогательность поступка этого героического мужчины. И единицы сумеют понять Аиста, который на протяжении 26 лет каждый раз прилетал к своей раненой подруге и делился с ней своей бескрайней любовью. И глядя на них, в сердце рождается музыка, и появляется радость просто от того, что любовь присуща всему живому. Это то, что является сутью всего, нашей сутью. И когда мы видим проявление любви, это всегда откликается в нас всепоглощающим импульсом счастья. Разве не так? Но ничто не вечно. В 2019 году Клепитан в последний раз прилетел повидаться со своей прекрасной Маленой и умер в их гнезде от старости. Я даже и близко представить себе не могу, что почувствовала и пережила Малена. Честное слово, мне кажется, они чувствуют все намного сильнее, чем мы, люди. Ведь их любовь настоящая, безоговорочная и самая сильная. Но наша красавица не осталась одна. С ней по-прежнему их верный друг Степан, который на протяжении 26 лет был свидетелем и частью этой великой истории любви. И он отмечает, что его жизнь прожита не зря. Он увидел настоящую и самую преданную любовь в его жизни. И на протяжении всех этих лет он помогал этой любви быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok